Добрый день, дорогие зрители! Продолжаем знакомство со средствами защиты растений от вредителей. На очереди новинка 2023 года, контактный инсектицид под названием Юнона. Это средство представляет из себя микроэмульсию, содержащую 50 грамм на литр действующего вещества амомектин-бензоат, относящегося к классу авермектинов и знакомого вам по таким хорошо зарекомендовавшим себя препаратам, как фитоверм, биокил и вертимек. Производится и фасуется Юнона компанией Щелкова Агрохим для личных подсобных хозяйств в ампулах объемом 5 мл, а для сельского хозяйства в 5-литровых канистрах. Прямых аналогов у Юнона нет. Для сельского хозяйства производится еще 3 препарата с тем же действующим веществом, но в форме водно-диспергируемых гранул. Это Проклейм, Эмоклейм и Проклейм Фит. Основные достоинства Юнона. Во-первых, это высокая избирательность действия данного препарата. Он является контактно-кишечным инсектицидом биологического происхождения, предназначенным для борьбы с плодожоркой и листовертками на яблоне и винограде. Второе его достоинство – это ярко выраженное авицидное и ларвицидное действия, то есть этот препарат способен убивать как взрослых вредителей, так и их личинки и яйца. Третий плюс Юнона – это ярко выраженная трансламинарная активность, то есть способность препарата после опрыскивания перемещаться с верхней стороны листа на нижнюю, которая в сочетании с его удобной препаративной формой микроэмульсии, как я уже говорил, позволяет этому препарату достаточно быстро после опрыскивания распространяться по растению и уничтожать скрытно живущих вредителей. И это выгодно выделяет Юнону на фоне других авермиктинов. Четвертое. Юнона отличается довольно быстрым и продолжительным действием. Примерно через 1-4 часа после обработки вредителей, на которых попал препарат, перестают питаться и двигаться. В течение от 1 до 3 суток они погибают. А защитный период от Юнона длится от 10 до 15 дней в зависимости от погонных условий. Также Юнона отличают довольно хорошие показатели по безопасности. Этот препарат мало опасен для человека, животных и полезных насекомых. При соблюдении регламента применения он безопасен также для растений и не вызывает резистентности, то есть привыкания у вредителей. Еще одним достоинством Юнона можно назвать довольно короткие сроки ожидания. Виноград можно опрыскивать последний раз за 7 дней до сбора урожая, а яблоню за 10 дней до сбора урожая. Ну и наконец, седьмое последнее достоинство Юнона – это экономичность данного препарата. Невысокая его стоимость и малые дозировки применения делают этот препарат очень экономичным в использовании по сравнению со многими другими инсектицидами. Теперь несколько слов о недостатках. Первый – это, пожалуй, узкая сфера применения. Как я уже выше говорил, предназначен этот препарат для борьбы всего, по сути, с двумя вредителями на двух культурах. То есть с плодожоркой и листоверкой на яблоне и винограде. Что, согласитесь, маловато и назвать его универсальным этот препарат не получается. Особенно по сравнению с другими авермектинами. Второй его недостаток – это высокий класс опасности для пчел, первый, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть нужно соблюдать массу всяких предосторожностей, чтобы не отравить опылители пчел при обработке этим препаратом. Третий его минус – это неидеальная баковая совместимость. Юнона, так же, как и большинство средств, несовместим с сильно щелочными препаратами, но также он несовместим с жидкими минеральными удобрениями в баковых смесях. И нельзя смешивать его с фунгицидами на основе фосэтил-алюминия, в частности с привикур-энерджи. Ну и последний, четвертый недостаток Юнона состоит в том, что по большинству параметров, то есть по доступности, по безопасности, по срокам ожидания, Юнона все-таки проигрывает своим одноклассникам, другим авермиктинам, в частности, тому же фитоверму, биокилу и вертимеку. Инструкция по применению Юнона предусматривает три обработки средством за сезон из расчета примерно от 2 до 5 литров рабочего раствора на одно дерево яблони или от 0,5 до 1 литра рабочего раствора на куст винограда. Интервал между обработками не менее двух недель. Рабочий раствор готовится из расчета для яблони 5 мл препарата на 10 л воды, а для винограда 4 мл на 10 л воды. Срок годности Юнона составляет 3 года. Хранить можно при температуре от минус 15 до плюс 30 градусов. Теперь можно подвести итоги. Юнона это достаточно хороший инсектицид, позволяющий довольно быстро и эффективно бороться с плодожоркой и листовертками на яблони и винограде на самых разных стадиях развития этих вредителей, и в том числе даже незадолго до сбора урожая. Однако рекомендовать этот препарат для покупки в каждую садовую аптечку я не могу из-за его узкой сферы применения. На мой взгляд, для большинства садоводов гораздо больше подойдут более универсальные и широко распространенные авермектины, про которые я уже говорил, это фитоверм и его различные аналоги, а также биокилл и вертимек. Сам же юнона все-таки нужен именно, имеет преимущество именно для борьбы с плодожоркой и листоверткой на яблони и винограде. И в тех случаях, как на поздних стадиях развития этих культур, когда другими инсектицидами из-за больших сроков ожидания уже пользоваться нельзя, а вот юноны воспользоваться вполне можно. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, смотрите ролики, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Пока!